Меня зовут Джоанна Бесфорд, я иллюстратор, и я люблю рисовать по старинке, карандашами и ручками. Мои работы всегда были черно-белыми, и меня не раз спрашивали, не хочу ли я добавить цвет. Так мне пришла мысль сделать раскраски для взрослых, и с этой идеей я обратилась в издательство. Они попросили прислать примеры работ. Я отправила им рисунков 5-6, после чего получил ответ, что это может сработать. Каждую страницу в книге я сначала рисую карандашом, затем дорабатываю тушью, а потом почищаю помарки, стираю следы от шоколада и чая с бумаги. Мне очень нравятся неидеальные окружности, когда они нарисованы от руки. Работа с бумагой доставляет тактильное удовольствие, которое невозможно почувствовать, когда видишь рисунки только на компьютере. Мой дедушка был главным садовником в замке Бродик на шотландском острове Аарон. Возделанный его руками сад стал прообразом для таинственного сада. Там были замечательные водяные лилии, маленькие домики, скрытые среди деревьев. В общем, классический сад, в котором полно мест, где можно играть и обнаруживать что-то новое. Зачарованный лес тоже навеян природой острова Аарон. В лесу за домом моих бабушки и дедушки было еще интересней и загадочней. Воображение было, где развернуться. Мы представляли мифических существ, прячущихся в зарослях. Таинственный сад больше напоминает коллекцию ботанических иллюстраций, но среди них спрятаны забавные существа, которые откроют тайну сада. Вторая книга — это квест. В конце зачарованного леса ждет сюрприз. Книги отличаются друг от друга, но в каждой найдется что-то любопытное. В свои работы я всегда включаю скрытые детали. Идея в том, что чем больше смотришь на рисунок, тем больше видишь. Друзья и родные постоянно просят спрячь в рисунке что-нибудь и для меня. Так в таинственном саду для своего мужа я спрятала акулу. А в зачарованном лесу полно пингвинов, посвященных нашему другу. Так что в обеих книгах есть немало неожиданного. В свое время я получила совет от коммерчески подкованных людей, что если я добавлю цвет в свою портфолио, то получу больше заказов, с чем я полностью не согласна. Монохромные иллюстрации — это моя визитная карточка, мой собственный стиль, и я хочу работать в черно-белой гамме. Мне кажется здорово, что каждый может проявить свои творческие способности. Если 20 человек пришлют мне одну и ту же раскрашенную картинку, каждая из них будет совершенно особенной, не похожа на остальные. Это так круто! Сколько людей будут раскрашивать рисунок, столько разных вариантов и получится. Я думаю, что раскрашивание — это сотрудничество между художником, который создает контур, и любым человеком, у которого есть моя книга, который добавляет цвета. Субтитры создавал DimaTorzok